Всем привет, дорогие зрители! С вами Мистер Шпилкис и мы возвращаемся в средневековую Европу и продолжаем развитие своей династии в игре Medieval Dynasty. В прошлой серии мы с вами переехали на новое место, сходили на охоту, у нас были зубры, кабан, олени, но в основном сосредоточились на помощи местным жителям в деревушке Гастовия. Кому-то принести нужно было веточку, кому-то ягоды, но осмотрителю этой деревни Юнигосту нужно было, чтобы мы сходили и связались с неким самбором-охотником, который рассказал нам про стаио волков, терроризирующих здешние края. Но это задание у нас еще пока не закончено, нам нужно сходить в следующую деревушку под названием Деника, там тоже поговорить о том, чтобы они укрепились, так скажем, от нападения волков как-то постарались защититься. Но, друзья, мы с вами начинаем сейчас именно в Гастовии и начинаем здесь неспроста. Сезон весенний подходит к концу, это значит то, что нам желательно в этом сезоне успеть посадить что-нибудь. Какие-нибудь культуры овощные, здесь можно выращивать лук, морковь, капусту, лен, насколько я помню, возможно, еще какие-то культуры есть, которых я не знаю. Что ж, давайте сейчас войдем в Гастовию, поищем торговца, любого, нам не обязательно какой-то конкретный торговец. Вот, например, у нас кто-то уже есть, кто ты такой, друг мой? Покажи-ка мне свои товары, давай-ка посмотрим. Смотрите, у него продается сырое мясо, да, некий ферт, что это такое, не знаю. А, это, наверное, навоз, да? Смотрите, это корм для животных, а это, скорее всего, навоз. Ну, судя по иконке, да, очень-очень похож, может быть. Но к нему мы с вами пришли неспроста, у него есть 1000 золота, а у нас есть 700, друзья. Да, 700, вы не ослышались, и глаза вас тоже не подводят. Но сейчас мы увеличим эту сумму еще, аж на 461 монетку. Давайте продаем ягоды. Все по вашим советам, друзья, действуем по вашим советам. Сказали собирать ягоды и продавать, и я собираю и продаю. И, внимание, у нас резко становится денег больше, чем у некого Сабиемира. Ну что, Сабиемир, ты не расстраивайся, и на твоей улице будет праздник, и ты когда-нибудь тоже на чернике поднимешься. Но нам с вами нужно двигаться дальше, нам нужен торговец с семенами. Нужно поискать, у кого продаются семена. Так, с этим торговцем мы поговорили, у него поторговали. Забегая вперед, я скажу, что вас впереди ждет еще один сюрприз. Я сохраню интригу, не буду все вам рассказывать, все выдавать. Так, кстати, кстати, да, вот еще один торговец по имени Аделина. Ну что ж, Аделина, покажи-ка мне свои, как говорится, товары. Так, смотрите, семена моркови, семена лука. Вот это первостепенные культуры, которые я бы хотел посадить именно сейчас. Давайте купим, ну я не знаю, поскольку. Вот смотрите, цена 10. 10 за сколько единиц? Непонятно. Давайте купим 10 и узнаем, сколько стоит. Скорее всего, 10 семян будет стоить, ну порядка 100 монет, мне кажется. Давайте попробуем купить. Именно 10 семян. Надо только аккуратно вот так вот купить, потому что денег у нас куча, семян у нее много, и мы сейчас можем погулять, как говорится, на все. Смотрим. Да, действительно, 10 семян моркови нам обошлись в 100 монет. Хорошо, ничего страшного, деньги у нас есть. Можем себе, как говорится, позволить. Так, стоп, не то. Давайте берем еще лука. Давайте вот так вот накидаем, так даже будет проще. Здесь еще можно было бы купить зерна пшеницы, но, наверное, пока мы с вами не будем на этом сосредотачивать свое внимание, потому что я бы хотел вырастить простейшие культуры, которые участвуют у нас в приготовлении пищи. Наверное, давайте я еще куплю лука, да, еще 10. Коль у нас столько денег, по сути, на начальном этапе, как я понял, только лишь на семена, наверное, есть смысл тратиться. Ну, у нас с вами еще 769, а на ягод, как здесь можно делать дикие бабки, друзья, честно вам говорю, я, ну вот, собственно, вы сами видели, 1000 золота, это практически сделано на ягодах, да на каменных ножах. Но каменный нож и геморрой не гораздо по изготовлению, мне кажется, чем те же, тот же сбор черники. Так, хорошо, мы с вами покупаем по 20 семян лука и моркови. Давай, как говорится, до свидания, Аделина. Ну что ж, отправляемся, наверное, к себе домой. У нас с вами куча работы, мы постараемся этот сезон завершить посевом культур. Но я бы прогулялся еще вот, ну, допустим, в Борово. Давайте зайдем в Борово, и, может быть, получится найти торговца, у которого мы сможем купить семена капусты. Это тоже очень полезная штука, при помощи уже спелой капусты и мяса можно готовить крутейшие супы на продажу. Их, конечно же, можно употреблять и самому в пище, но в этом нет большого смысла, потому что... Здесь с едой, в общем-то, проблем нет. Поначалу кажется, вроде бы, что персонаж ненасытный, его невозможно накормить и прокормить, но в то же время, немножко поохотившись, немножко поняв здесь механику добычи себе пропитания, ты понимаешь, что, в принципе, с едой у тебя вообще проблем не будет. И все, что дорогое, вот этот суп капустный, да, не знаю, капуста и мясо, капуста и мясо, ну, это борщ, нет, это щи. Скорее всего, это щи, да. Капуста и мясо, это очень хорошее вложение в плане денег. Ну, надеюсь, в этой серии, может быть, посмотрим, но не в этой, так, в следующей. Так, покажи-ка мне товарчики свои, дорогуша. Яйцо. Так, есть минутка, хочу кое-что... Кое-что сказать, прекрасная леди. Нет, пока мы прекрасные леди, не будем говорить ровным счетом ничего. Почему? Друзья, мы грязные, просто нереально грязные. Я тут за кадром испачкался, ну, будь здоров. Так что давайте мы пока прекрасную леди оставим в покое. Так, кстати, смотрите, а там получается... А, стоп, мы же с тобой сейчас торговали? Да, яйцо, все правильно. Надо бы запоминать их хоть как-то на лицо, я не знаю. Мужик, мужик, что есть у тебя? Мужик, я здесь, я здесь, тебе покупатель пришел. Повернись. Так, кто ты такой? Фалибор. Покажи-ка товарчики свои, друг мой. Каменная мотыга. Ну, прикольно, прикольно. Так капусты у тебя нету, братан. Это плохо. И больше здесь, как я понимаю, торговцев в этой деревушке нет, да? Всего два. Ида или ада, да? И вот этот мужичок с мотыгами да топорами. Ну, тогда давайте мы с вами до браники, наверное, да? Тут как-то две браники почему-то у нас, не знаю, может быть, это одна большая браника. Браника левобережная, например, и браника правобережная. Как-то так. Но в итоге все равно это одна большая браника. Так, ну что ж, друзья, давайте сейчас я дам чудо браники, наверное, быстро-быстро. Мы поищем там семена капусты и отправляемся к себе домой в нашу деревушку. Будем создавать сейчас поля, будем создавать себе мотыгу, будем засеивать все в этом сезоне, постараемся успеть. Местные средневековые лингвисты подбежали тут ко мне, пока я бежал до браники и сказали, что «Ты знаешь-ка, друг, это не браника, это бараника, и это большая разница, что впредь ты выражался правильно». Я сказал «хорошо», потому что их было много, у них были палки и ножи, я не стал с ними спорить. Ну, бараника так бараника, вам, как говорится, виднее, но бараника, друзья, честно, скажу по секрету, звучит поприятнее, чем бараника. Ну ладно, ну, хочется им так, пускай будет так. Что ж, Норберт, здравствуй, друг мой, покажи-ка ты мне свои товары. Капустка родная, семена капусточки, как же это прекрасно. Давай-ка ты их, друг мой, сюда, давай-ка ты их, наверное, штучек, сколько, да, штучек, давай-ка ты, 30, я думаю, да? Сколько это по деньгам? Ну, это по деньгам здорово, внушительно, друзья, но мы отобьем, мы отобьем эти все деньги, я думаю, что с лихвой. Ну, по крайней мере, я на это очень-очень надеюсь, посмотрим. Семена моркови 20, семена лука, семена капусты 30, отлично. Еще у нас есть подорожник, овсяные рулеты и бла-бла-бла, там куча всякого разного, но пока нас это не интересует. Так, смотрите, здесь есть товарищ один, интересно, а пойдешь ли ты ко мне, друг мой, я строю новое поселение, еще хороших людей, желающих присоединиться. Что ты думаешь? А, ты будешь думать, ну хорошо, подумай, подумай. Потом будете проситься, ребята, я у всех запомнил, я сфотографировал на эту самую, на бересту с березы, будете проситься, я вас не пущу. Шучу, конечно же, пущу. Так, снова у нас сигнализирует индикатор о том, что мы испачкались, друзья, нам нужно срочно до дома. Мы себе сейчас будем строить настоящую ванну, классную, джакузи, обалденнейшая, просто я вам гарантирую. И будем отмываться хорошенько, потому что флиртовать здесь с женщинами нужно только в чистом виде. Вот почему, собственно, я и не стал там делать какие-то знаки внимания. Ну что ж, друзья, отправляемся дальше, а впереди вас ждет обещанный сюрприз. Ну что ж, друзья, вот мы и дома. И это, собственно, первая часть моего обещанного вам сюрприза. Их будет немножечко, таких частей, несколько, да, так скажем. Вот, собственно, первая часть. Но кто-то скажет, подожди, Шпилкис, ну как, подожди, как дома? Это же не то место, которое было в прошлой серии. Да, друзья, и вы будете правы, место это не то. Я в итоге здесь бегал по округе, перебрался я на другой берег. Давайте, собственно, сейчас вам на карте покажу. Мы с вами до этого поселились где-то здесь. Ну вот, по-моему, то ли вот здесь, то ли вот здесь. Ну, в общем, где-то, да, по-моему, именно даже вот здесь, насколько я помню. Потому что здесь был берег с чем? С рогозом, да, с какой-то там осокой. Я перебрался на этот берег. По-моему, я охотился что-то такое там. Ну, разбирался опять же в игре, перебрался сюда. И вы знаете, я шел вот по этой дороге. Давайте я вам даже сейчас это все покажу. Немножечко отбегу обратно. По этой дороге я оттуда шел и смотрю вот сюда. Думаю, ё-моё, ты смотри, какая здесь красота, равнота. Лес рядом. Просто, ну, вообще, ну, шикарное место для деревни. Думаю, зачем я там построился? Там вроде бы тоже место ничего. Но оно какое-то такое. Все равно с перепадами высоты. Там как-то деревья далековато. Хоть я и, в принципе, устроился неплохо. И вы знаете, я так подумал. А почему бы не начать заново? И по тем же рельсам прокатиться еще разок, но имея еще больший багаж знаний, плюс ваши комментарии, плюс ваши советы. Собственно, едем дальше. Второй сюрприз. Давайте посмотрим. Это закладка навыки. Я прокачал здесь кое-что. И прокачаю, наверное, сейчас еще кое-что. Давайте мы вот это вот вкачаем, чтобы у нас лучше росла ветка нашей добычи. Да, чтобы лучше прокачивалось. Я прокачал себе дровосека. Теперь мы дерево рубим не за пять ударов, а за четыре. Это очень удобно. Далее. Где-то здесь я тоже что-то вбросил. Интуиция выживальщика, по вашим советам, прокачал полезный навык. Помогает собирать траву. Очень здорово, очень классно. Но, опять же, можно и не качать его. Потому что деньги здесь делаются на ягодах, на траве. Постольку, поскольку. Что еще? Сюда что-то вкачал, туда что-то вкачал. Прокачал технологии, купил, разблокировал себе лопату. Да, друзья, у нас есть лопата. Это не шутки. Давайте я вам покажу. А, я, наверное, ее выложил. Хорошо. Давайте мы тогда далее с вами едем. И все, что я буду вспоминать, я буду вам рассказывать. Нам сейчас нужно сделать мотыгу. Вот эту. Давайте ее делаем. Деревянная мотыга. Она нам нужна для того, чтобы сейчас возделывать почву. И, соответственно, туда посадить наши первые сельскохозяйственные культуры. Здесь у меня горит костерочек и домик. Да, вы уже успели заметить, что он бревенчатый у нас. Не из соломочек, да? Не дендрофекальный принцип строительства мы применяли. А уже нормальные технологии, абсолютно отработанные годами. И так далее. Вот такой вот домишко. Интересно. Ну, как бы домишко ровно тот же самый, который и был. Ну, по крайней мере, внутри точно такой же. Так, берем лопату. Я вам просто покажу, как это работает. Что такое лопата? Зачем она нужна? Давайте выбросим, наверное, все лишнее. Так, семена. Вот это мы все оставляем. Подорожник, трава. Мне бы догадаться, это оставлю... Нет, это выбрасываем. Подорожник оставим. Жареное мясо. В общем, у нас, в принципе, с вами все хорошо. В целом, да? Здесь у меня немножко ресурсов подфармлено. Там чуть того, чуть того. Хорошо, давайте продолжать. Смотрите, значит, какая, собственно, задумка. Такая задумка. Нам нужно где-то сделать поля. Черничку вот эту мы трогать не будем. Она спеет, она зреет. Наверное, как-то она там, да, созреет. Поспеет когда-нибудь. Так, смотрите. Я бы хотел сейчас сделать поля. Вот где-то здесь. Давайте мы вот этих пару деревьев убираем. Вот здесь создадим поля. Тоже по интересному принципу. У меня есть в голове пара задумок, как это все сделать. Давайте мы сейчас соберем все, что можно собрать, да, чтобы ничего не пропадало у нас. Воу, смотрите-ка, перья нашел. Прикольно, да? А сейчас вам покажу вот этот взгляд выживальщика прокачанный. Зажимаем клавишу. И через него смотрим. Через это зрение у нас подсвечивает. Собираются полезные травы, перья, грибы. Это все можно собирать. Но при этом, чем дольше мы держим, тем больше у нас тратится выносливость. Так, ну что? Я думаю, вот так вот мы с вами сейчас поступаем. Вот это деревце однозначно мы убираем. Вот, смотрите. За 4 удара при одной прокачке дровосека у нас за 4 удара перерубается дерево. Ну, вы знаете, это полезно, это удобно. Это более-менее быстро можно фармить. Так, давайте еще сейчас мы кое-что сделаем. Так, мотыга у нас встала на тот слот, да? Ну, хорошо. Тогда. Мотыгу... Ладно, давайте поставим на пятерку, а на четверочку мы поставим с вами лопату. Я тоже покажу, как она работает. Очень интересная штука. Очень полезная. Она помогает убирать пеньки. Ну, я думаю, что многие это знают, но... Может быть, не все знают о том, что лопата помогает вам добывать бревна. Да, друзья, именно бревна. Это на самом деле очень-очень круто. Вот, смотрите, остается пенек. Есть вроде бы такая тема, что его можно там руками загасить, замесить, и он тогда якобы там как-то пропадает. Ну, я пробовал, у меня не получается. Видимо, этот баг пофиксили. Но если взять в руки лопату и копнуть один раз, один раз, друзья, без какой-либо задержки, анимация секундная, то мы с вами получаем целое бревно. То есть мы выкапываем себе еще одно бревно. Я считаю, что это мега полезная штука. Потому что сейчас мы с вами сможем добывать, ну, очень много бревен. Давайте сейчас заберем и попробуем отторобанить это все дело, ну, хотя бы до мастерской. Я восстановил плюс-минус тот прогресс, который у меня был. Ну, наверное, качественнее. Сейчас я развит лучше, чем в конце прошлой серии. Я думаю так. Потому что я прокачанный, потому что я тут денег поднял, ну, прилично, там, тысячи полторы. Может, еще что-то покупал, там, не помню. Давайте сейчас вот это все сбрасываем. Бревна нам в любом случае пригодятся. Они не пропадут. Мы сейчас с вами уберем все вот это. Ну, в общем-то, в общем-то, все, мы готовы. Значит, смотрите, какой смысл. Я хочу поставить таким образом поля, чтобы потом в их основании поставить домик для нашего будущего, ну, какого-нибудь поселенца, так скажем, да. Давайте мы сейчас выберем с вами строительство полей. Где у нас-то происходит, вот, фермерство. И выбираем поля. И теперь нужно понять, в какую сторону они строятся. Ну, честно говоря, не так, как я хочу. А как вот сделать так, чтобы они строились, как я хочу? Ну, с другой стороны, я приспособиться могу, в общем-то, ничего страшного. Значит, смысл какой? Я хочу построить узкие поля на две клеточки в ширину, но при этом клеточек на пять, может быть. Слушай, они каждый раз как-то по-другому начинаются, да, мне кажется, нет? Ладно, вот этот моментик сейчас нужно просто понять, потому что... Ну, да, то есть можно вот так вот строить, да, получается. Но я вот хотел бы именно... Ну, тогда давайте вот отсюда попробуем. Может быть, вот эти вот четыре дерева я потом еще срублю, но я бы деревья хотел рубить по минимуму, потому что все-таки жить в лесу, это довольно круто. Так, давайте сейчас попробуем разобраться, как бы нам заложить наше первое поле, потому что колышек показывает, видимо... Ну, просто отправную точку, так скажем, да. Давайте вот отсюда попробуем. Так, и вот так вот. Значит, один, два, три, четыре, пять. Давайте. Первое поле. Это мы вроде как уже слышали, уже знаем. Давайте поле номер два сейчас попробуем создать. Так, по-моему, лишнего, да, немножко я сделал. Так, а можно как-то... Да, я лишнюю клеточку дернул. Вопрос. Можно ли вот это дело как-то отменить? Давайте попробуем сейчас, может быть, создать себе молоток. Что нам для этого нужно? Бревной, десять веток. Ну, по-моему, молоток у меня есть. Что-то показалось, что кто-то зарычал. Нет? Наверное, показалось. Сюда, кстати, приходят еще и кабанчики, забредают. Вот, кстати, там уже один стоит. Надо нам быть аккуратнее, потому что пока я не хочу на них охотиться. У меня нет какой-то такой серьезной необходимости. Джакузи мы еще сделаем, но я хочу успеть за сезон, друзья, обязательно построить поля и посадить их. Очень-очень важное дело. Вот это вот. Так, давайте мы молоток сейчас сразу куда-нибудь на единичку выставляем. По-моему, вроде бы молоток позволяет разрушать, насколько я помню, да? То есть, если мы сейчас зайдем ремонт, улучшить, ухудшить, разрушить, вот. Да, давайте лучше делать сразу, сразу и нормально. Потому что ненормально сделать мы всегда успеем. Так, так, заходим в строительство. Давайте считать. Два, три, четыре, пять. Да, вот так вот, хорошо. Вот там вот в основании я поставлю домик. И мне кажется, что это будет мега круто выглядеть, когда в итоге эти все поля прорастут. Они будут довольно интересно смотреться. Так, смотрите, значит, там черничка у нас. Трогать я ее не хочу. Но вот здесь мы с вами упираемся в деревья, которые по-хорошему... Но если мы построим поле, то дерево пропадет. Поэтому лучше, наверное, поле не строить, да? Давайте мы сейчас пока построим только три вот таких поля. Посмотрим, что в итоге будет у нас. Сколько нам хватит семян? Может быть, докинем еще. Так. Ширина два. Поехали. Раз, три, четыре, пять. Ай, ты жесть! Чуть прыгнула назад. Да что ж такое-то? Слушайте, строительство, конечно... Тут еще аттракцион. Так-то у нас получилось в итоге... Как понятно, на сколько? Давайте, ладно, возделаем сейчас первые пули, чтобы просто понять, насколько у нас там что получилось. Так, хорошо. Процесс медитативный, неспешный, как, в принципе, и вся игра. На самом деле, друзья, тут спешить совершенно некуда. Игра это про фарм, про строительство, про менеджмент, в общем, про много чего. Так, а вот здесь мы с вами... А, да, вот здесь уже не делается. Значит, у нас получается тогда... Раз, два, три... Да, четыре, жесть! Ну ладно, разрушим, в принципе. Давайте делать все сразу, как положено. Оп. Все, и уберем молоточек в режим вот этот. Так, хорошо. Вот у нас первое поле, да, получается. Отлично. Ну, на самом деле, немножко вот сейчас прыгнула вот эта вот штука. Я не хотел, но так получилось. Так, вот ширина пошла. Два, три, четыре и пять. Прекрасно. Давайте возьмем мотыгу. Мотыгу судьбы, так называемую. Кто понял, ставит класс. Где-то такое было. Не помню, где то ли в книге я читал, то ли фильм какой-то смотрел. Мне, по-моему, фильм, потому что мотыга судьбы была какая-то... Что-то такое. Так, еще одно поле готово. В итоге, наверное, вот эти вот березки, они, конечно, миленькие и классные. Но они мне будут мешать, потому что, да, у нас с вами точно не встанет одно поле. Поэтому давайте рубить и выкорчевывать пни. Мне кажется, что мы с вами успеваем. Сколько у нас времени? Давайте посмотрим. 15-24. В принципе, да. В принципе, мы успеваем посадить и успеваем собрать. Так, возьмем лопатку. Очень здорово, на самом деле. Вот по пенькам можно потом пройтись и лопаточкой все это дело красиво, очень красиво собрать, как бревна. А бревна, друзья, здесь фармятся очень долго. Очень нудно, что самое главное. И они очень нужны. Это, пожалуй, самый крутой ресурс в этой игре. Это бревна. Они всегда нужны. Я вот этот домик бревенчатый, честно говоря, устал. Устал строить, потому что он такое количество бревен требует. Он на все требует бревна. Короче, подзабагалась у нас, походу, березка, да? Нет. Не подзабагалась. Вроде все нормально. Так. С березок у нас получается всего лишь два бревна. Поэтому сейчас мы лопаткой доберем остатки. При этом не получаем даже перегруза. И давайте, да, давайте уже, скорее же, уже поле с вами заделаем. Да, все правильно. И мы пойдем тогда в ту сторону. Вот так. Может быть, слишком много полей, друзья? Ну, я не знаю. Строю как-то вот в основном для красоты, так скажем. Да, потом мы с вами будем заморачиваться там со всем остальным. Давайте. Так, это лопата, нам нужна мотыга. Давайте сейчас по шустрику вот это вот все дело обработаем. Благо это все быстро. Почему, собственно, я решил именно вот такие вот поля строить? Ну, во-первых, их будет удобно сажать, их будет удобно убирать. Ширина у нас получается две клетки. Ты идешь по центру, просто крутишь головой немножечко туда и сюда. И спокойненько собираешь урожай, например, или сажаешь его. Я не знаю, как происходит посев. Сейчас увидим. Сейчас увидим, сейчас узнаем. Не знаю, правильная геометрия нет. Но мне кажется, что будет выглядеть довольно интересно, когда у нас будет в итоге четыре вот таких вот ровненьких классных поля. А вот сюда мы поставим домик, прямо вот так вот. Мы особо не будем перфекционистничать. Вот. Все думал, выговорю это слово или нет. Не будем. Почему? Потому что средневековье, друзья, здесь такого в принципе не было. Здесь где кто первый стал, того и тапки, да, где построил, там построил. Там и молодец. Сейчас мы с вами идем в кладовку, берем кожу, делаем себе мешочек и начинаем сеять. Не помню, сколько нужно для мешка. Давайте всю кожу возьму. Сейчас мы сделаем мешок, я выложу. Вот, simple bag. Simple bag это сумочка, которая необходима нам для того, чтобы... Да, для того, чтобы семена в нее положить и из нее уже потом засевать наши культуры. Так, смотрите, значит... Может быть, даже еще будем делать поля, посмотрим. Хотя слишком много вроде бы нельзя делать. У них там то ли налог какой-то, то ли что-то такое. Я точно не помню. А почему? Недостаточно места. Ты смотри. Они у нас еще и не выкладывают все, что интересно. И у нас мастерская портного разблокирована. Здорово, здорово. У нас, кстати, много там, по-моему, хранилища, мастерская. Это классно. Так, хорошо. Давайте, значит, посмотрим, как у нас работает мешочек. Куда? В 6, 7... Давайте, в 8. В принципе, мешочек, я думаю, что нам не нужен все время, да? Давайте его поставим на какую-нибудь клавишу, которая не очень нам нужна в повседневной жизни, так скажем. Так, смотрите, значит, мы берем мешочек, да? И что видим? Лен, морковь, капуста. Да, смотрите здорово как. Так, капуста. Ну, давайте, выбираем капусту. Поехали. Пробуем. Смотрите, мешок. А как? Подожди, а как сажать? Поле неудобрено. А разве первый раз нужно удобрять? Изменить... А, вот сеять, смотрите. Нет, он пишет неудобрено поле. Прикольно. Вот это неожиданно. Я, честно говоря, не знал, что нельзя сеять в неудобренное поле. Хм-хм. Ну, у нас тогда есть ряд сложностей. Мы, наверное, в этом сезоне с вами не успеем засеяться, да? Я вот смотрю, что нам желательно бы что-нибудь перекусить. Давайте доедим наше мясо, оставшееся, и сгоняем. Водички попьем, потому что я персонажа особо не доводил еще до минимального значения жажды. Не знаю, вдруг там здоровье начнет тратиться, еще что-нибудь такое. Честно говоря, абсолютно неожиданный момент с удобрением. Мне казалось... О, бревнышко, кстати. Мне казалось, что все-таки можно сажать в неудобренное. Ну, давайте попробуем какие-нибудь другие семена применить. Вот это будет чертовски неприятно на самом деле. Так-то вроде бы мы и летом с вами можем посадить, да? Но у нас остается уже совсем-совсем чуть-чуть до завершения сезона. А еще я понял, что спать в этой игре, это, ну, слишком расточительно. Нельзя в ней спать. Здесь надо постоянно что-то делать. Так, смотрите. Ну да, действительно, не сеется. Давайте попробуем, например, выбрать лук. Нет, не происходит посев. Неужели разработчик что-то поменял? Я читал, насколько я знаю, что удобрения нужны. На второй засев. Не на первый, а на второй. Неприятно и довольно-таки так обидно, я бы сказал. Неудобренное поле. Пшеница, овес. А просто морковь. Ну вот, например, морковь. Да, вы видите, да, у нас получается такая ситуация, что нет, не происходит посев. Хм-хм. Неприятно немножко. Ну, как бы ладно, что поделаешь, да? Давайте тогда с вами вот что сделаем. Во-первых, нам нужна бадья. Да, может быть, мы с вами сгоняем сейчас все-таки, прикупим этот навоз. А где он у нас был? У кого он продавался? По-моему, в Гастове, да, у товарища, насколько я помню. Я боюсь, что нам не хватит денег. Я боюсь, что мы не успеем в этом сезоне. Давайте попробуем хотя бы, может быть, бадью построить, да, себе, чтобы умываться. Что нам здесь нужно? Бревна. Нам нужно два. У нас есть одно. Хорошо. Так, возьмем одно бревнышко. Ну, и где-нибудь где? Ну, давайте где-нибудь, ну, вот здесь, вот, да, вот, мне кажется, вот тут неплохо будет смотреться бадья вот в этих деревьях. Бадья для умывания. Вышел там, умылся. Сразу проснулся с утреца. Так, где это? Где? Так, здесь другое. Да, мебель. А, смотрите, то есть она еще, оказывается, не везде. Подожди, она не в доме ли ставится, интересно? Нет, в доме как-то места маловато. А, так ее, смотри, еще не везде поставишь-то. Типа неровное место, говорит. Ну, вы знаете, как-то это. А где ровное тогда вопрос? Вот, где-то. Ну, пускай хотя бы здесь стоит как-то, потому что вариантов так-то нету, а мыться нам нужно. Давайте помоемся. С навозом у нас накладочка произошла, но, может быть, мы с вами успеем еще добежать до Гастовии, да, купить там навоз, если у нас, конечно же, будет возможность денежная, финансовая, да? Так, ну что, давайте попробуем. Будем сеять ночью. Хотелось бы, конечно, вечером, но, ладно, давайте, отправляюсь в Гастовию, там закупим навозы и вернемся на наши поля. Вы знаете, проблема в том, что, я боюсь, что мы по времени можем сейчас не успеть. Давайте попробуем быстро-быстро. Так, Аделина, Добромира, можно мне пройти? Нельзя, видимо, да? Жена, подожди. Есть минутка, прошу прощения, можно я пройду? Да. Так, я не помню, у них ли было, да, вот это. Давайте быстренько взглянем, пока они еще блуждают здесь по деревне, пока у них еще можно чем-то приторговать. Нам нужен тот мужик, по-моему, какой-то, да, насколько я помню. Так, возьмем факел. Вот он, вот он ты, друг, по-моему, да. Слушай, скорее, скорее нужен срочно навоз, быстрее, друг. Быстрее. Он стоит 10, да, смотрите. Я еще по пути сейчас, пока бежал, немножко собрал спелые черники. Давайте мы ее тоже продадим, у нас 420 монет. А мы с вами купим, у нас с вами сколько, 4 поля по 10 ячейк. То есть нам нужно, по идее, 40 навоза, да, если в каждую ячейку добавляется... Ну, короче, по сути, это на все деньги, да, нам нужно купить. Ну, давайте купим 40. Я предположу, что это так. Если это не так, то я просрал. Куча денег. Ну, да не страшно, друзья, не страшно. Я думаю, что мы как-нибудь там с вами решим этот вопрос. Так, наверное, мы продадим одно копье, потому что я чувствую, что я не добегу. У меня вот в аккурат не хватает веса. Давайте одно продадим, да. Ну что, как говорится, посеять поле за 60 секунд, да. Побежали, побежали обратно. Попробуем все-таки еще удобрить поле и посеять в нем культуры в этом сезоне. Очень надеюсь, что мы успеем с вами это сделать. Намекнули мне здесь местные жители. Дескать, парень, ты все делаешь правильно. Посевы в лунном свете, точнее, посеянные культуры в лунном свете растут куда лучше и получается гораздо вкуснее. Но поспеши, и ровно в полночь твоя карета превратится в тыкву. Поэтому, друзья, давайте что-то делать. Кабан, чертов кабан, ты что, сдурел? Я тебя, я тебя сейчас на куски просто расчикаю. Обалдел, что ли, кабан? Тебе что дома не сидится? На. Получай. Смотри, что творит от чертов кабан. Ну хорошо, ты сам ко мне пришел. Я тебя не звал. Заплати. Смотрите, все против меня. Все средневековье взбунтовалось. Нет навоза, поля не сажаются. Чертова жесть, что здесь творится. Так, в итоге. В итоге. Как все-таки это все происходит? Неудобренное поле. Раз, удобренное. Смотрите, требуется мотыга, да? Прикольно. Ну давайте мы, наверное, сейчас пройдем по всем полям. Да, если я успею, конечно. Ну, в крайнем случае, друзья, не успею, так не успею. В этом нет, собственно, ничего страшного. А, да, смотрите, у нас берешь сфакел и все, да? Хорошо, тогда давайте я сейчас все удобрю по-быстренькому, да? Потому что я думаю, что вам, наверное, не очень будет интересно смотреть вот на вот эту не меняющуюся текстуру на экране. Честно говоря, удобрение тоже происходит как-то непонятно. То есть не всегда, не всегда. И мы с вами тогда начнем с посевов. Может быть, сеять можно будет сфакелом. Ну что ж, друзья, я проверил. Нет, нельзя сеять с этим, да, сфакелом, к сожалению. Поэтому давайте мы сейчас быстро-быстро с вами засеем хотя бы два поля. Остальные засеем уже летом. Потому что капуста, насколько я знаю, она всходит уже в следующем сезоне. Собственно, из-за чего я так и тороплюсь. Потому что очень хочу сейчас засеять именно капусту. Хочу собрать потом капусту, чтобы ее выгодно продавать. Точнее, все, что мы сможем приготовить с капустой и мяса. Время у нас остается совсем мало, потому что в 12, по-моему, у нас меняется сезон. Поэтому давайте мы сейчас быстро-быстро с вами засеваем вот эти пару грядок. И мне кажется, что капусту мы увидим уже буквально вот через несколько минут, так скажем, я думаю. А когда сезон меняется, по-моему, это происходит не как ночь. То есть, по-моему, что-то будет типа мы в новом сезоне окажемся. Ну как-то я так читал. То есть, как будто мы проснемся уже в новом сезоне. Поэтому нам нужно чертовски быстро успеть посадить хотя бы две грядки капусты. Вы знаете, я никогда так долго еще не был на волоске. В итоге смотрим. У нас 23.53. Ну, давайте. Нет, мы ничего не успеем. Знаете почему? Потому что у меня сломался мешочек. К сожалению. Мешочек сломался. Поэтому, ну что ж, пойдем умоемся. И встретим лето. Встретим новый сезон чистыми, красивыми. Вот он. Да, друзья. Действительно так и происходит. И мы с вами успеваем тютелька в тютельку посадить две грядки капусты. Воу. Вы знаете, я так реально, я так не напрягался уже очень-очень давно. Почему, собственно, такая спешка? Потому что собрать урожай можно будет, да, только лишь... Ну там, когда? В следующем сезоне, да? То есть, нам нужно уже в этом сезоне, уже летом что-то собрать. Давайте возьмем вот так вот теперь. Скрафтим себе еще одну сумочку и остатки кожи выложим. А мы с вами, смотрите, сытые, довольные, чистые, красивые. Просыпаемся уже летом. Ну что ж, давайте выйдем сейчас на улицу и посмотрим. Каков же лес? Какая же здесь вообще красота летом? Очень интересно. Воу. Это было круто. Это было реально круто. Ну что, есть ли какие-то у нас изменения? На первый взгляд, вроде бы как нет, но у нас изменения будут вот здесь, друзья. У нас здесь будет капуста. Да, вот она родимая, вот она родимая. И ее можно уже собирать. Посмотрите, сколько ее. Довольно много. А сейчас давайте я вам покажу. Смотрите, а вот это обидно. А вот это, черт возьми, обидно. Я вот сюда, на самом деле, да, это очень обидно, честно вам скажу. Я сюда весь навоз высыпал. Ну как весь, все, что мы купили, 40 единиц, да, я его скинул вот сюда. И сейчас получается, с приходом нового сезона, вот эти вот поля, они, ну так скажем, как будто бы бесхозные, да, сейчас выглядят неухоженные. Я просто не успел обработать. То есть я по времени уложился только вот эти вот два поля сделать. Ну что ж, ладно, ничего в этом страшного нет. Давайте я, наверное, сейчас все-таки доделаю свою задумку, какую и хотел. Я хочу вот здесь поставить дом. Сделаем соломенный, пригласим потом к себе кого-нибудь в этот домик жить. Нам сейчас нужны бревна. По-моему, что-то вроде бы 6 штук нам нужно, да? Пойдем мы сейчас заложим домишку. По-моему, здесь. Так, ну и давайте взглянем, что же мы еще можем с вами строить. Нет, здесь нам долго. Технологии еще пока не прокачаны. Ну вот обычный простой домик. Я думаю, можем поставить. Поставим его как-нибудь. Как-нибудь вот так, мне кажется, да? Получается, такой некий домик фермера и выход сразу грядочком, да, у нас получается. Ну да, практически идеально. То есть практически так, как я и хотел. Я и поставил. Такой получается небольшой приусадебный участочек. Сразу грядочки здесь. Никуда ходить не надо. Проснулся, как говорится, и давай приступай к работе. Давайте сейчас возьмем ветки, возьмем бревна. Построим себе вот этот домик. Соберем, наверное, в этой серии уже наш первый урожай. А, и нам солому будет нужна еще, да? Ну давайте сразу тоже заберу солому. Соберем урожай первый. Может быть, сходим еще поохотимся. Чтобы что? Чтобы продать наши первые капустные супчики. Мне кажется, это будет здорово. Так, здесь у нас будет окошко. Где-нибудь ему еще окошко нужно, как вы думаете? Ну, я думаю, да, наверное, вот здесь бы пригодилось. Кстати, редактирование здесь есть стен. Об этом я тоже узнал чуточку позже. Но хорошо, что узнал в принципе. Так, стены с окнами. Ну давайте вот сюда вот такое вот сделаем. Будет красивый угол с окошками, да? Ну и здесь давайте сделаем тоже угол с окошками. Будет такая непонятная какая-то планировка, да? Но в то же время система и логика в ней тоже прослеживается. Поэтому давайте строить. Накидываем веточки. Да, как здорово строятся вот эти вот первые домики. Очень классно. Бревен поставил, каркас сделал. Веток накидал на стену, там закрепил их. Я не знаю, грязью какой-нибудь там между собой перемазал. Все, красавчик, молодец. Но бревенчатый дом, друзья, это просто эпик. Строится очень долго. Так, здесь нам уже нужно бревно, да? Угу. Так, я вижу пока халявные бревна, которые мы с вами можем забрать лопатой. Оп, красиво. На самом деле, таких пеньков здесь у меня немало. Но вот приходится их искать. Не знаю, мне кажется, проще, конечно же, вырубить дерево, да? У нас просто есть сейчас возможность вырубать деревья таким образом, чтобы и оставлять, и вырубать в том числе. Так, так, так. Пока падает дерево. Но оно не будет падать, пока мы с вами находимся в меню. Навыковали где-то вот здесь вот. Так, хотел что-то прокачать. Знание о фермерстве. Терпеливость. Что это такое? На 5% медленная потеря прочности оружия для животноводства. Потеря прочности в работе в поле. Ну, как-то такое. Всегда можно скрафтить. Я не знаю, в чем, собственно, такая проблема. Пастух, вегетарианец. Пастух, кстати, что дает? Стрижка овец. Ох ты, стрижка овец. Жесть. Классно. Ну, давайте мы с вами пока вкинем вот сюда. Я думаю, это будет оправданное решение. И правильно. Здесь нам нужно будет прокачать еще вот эту штуку. Очень полезная штука. Я когда описание увидел, я обалдел. На 5 килограмм. Друзья, вы представляете, на 5 килограмм нужно больше носить. Это же мега круто на самом деле. Расимир. Друг мой. С приходом лета ты что-то стал косить на глаз. На левый, мне кажется. Так, давайте берем лопату. Отлично. Ну, подожди, остановись, остановись. Хватит. Хватит, друг мой. Навоза. Навоза, друзья, было потрачено очень много. В пустую. Обидно. Обидно. Навозик ушел. Ладно, мы, если что, с вами подзакупимся. Капустка, я думаю, что должна нас выручить. Так, вспоминаем. Но, по-моему, бревна нам будут нужны еще. Да сколько у нас в итоге получается всего бревен сейчас? Пять штук, да? Ну, давайте, давайте рискнем и подумаем, что нам больше они будут не нужны. Но, скорее всего, будут. И я думаю, что чертовы ветки закончатся раньше. Ну, так. Нет, ветки у нас, конечно же, не закончатся. У нас есть еще запасы и в этом сундуке, насколько я помню. Давайте посмотрим. Да, тут есть и бревна, загребай. И ветки, аж 145 штук. Я думаю, что даже половина нам будет при... А, ты смотри. Еле ползаем, да? Тогда, тогда, что мы с вами выложим? Давайте пока мы выложим семена. Я думаю, что они ничего не весят, но пока они не нужны. Засеяться мы с вами успеем. Давайте выложим, наверное, веточек. Не знаю. Ну, вот так вот. Чтобы перевес. А, перевесьте временем. Ладно, черт с ним. Как-нибудь догребем. Как-нибудь догребем. Я думаю, ничего страшного. У нас, по-моему, было мясо с кабана, да? Насколько я помню, сырое. Да, 50% мясо. Я думаю, что нам нужно постараться его побыстрее как-то применить в пищу. Или приготовить, или съесть. Жареным просто на костре. Так, здесь нужна просто солома. Это хорошо. Бревна нам не нужны вот здесь. Вот, наверное, да. Вот здесь нужно бревно, насколько я помню. Соломы? Эээ, да ладно. Нет, ну должно, ну нет. Ну не может быть, чтобы не хватило. Игра? Нет. Сколько? 8 из 8. Возьми, жесть. Джиг-пот, друзья. Вот это кайф. Так, отдохни, отдохни. Отдохни, бедолага. Устал ты. Ты проделал, конечно, гигантскую работу, чувак. Просто молодец. Так, смотрите. Миленький домик. Нет, ну мы пойдем готовить в своем, да? Ну что мы, как эти... Этот домик мы оставим кому-нибудь, подарим его. Кэббедж, кэббедж. Везде он из кэббедж растет. Здорово. А здесь, да, видите, здесь подсвечивается... Подсвечено как неудобренное. Черт возьми, обидно. Прикольно. Смотрите, капустка срывается, да? Здорово. Не, ну классно, классно, конечно. Такой домик фермера у нас получается, да? И грядочки. Здорово. Смотрите, можно даже отключить вот это дело, убрать вот это дело. Получаем вот такую классную картиночку. Красивый. Пейзажик просто супер. Ну, ладно. В принципе, первый сезон мы с вами встретили неплохо. Мы посадили с вами кучу капусты. Сейчас посмотрим, сколько в итоге нам удалось с этой грядки собрать. И смотрите, у нас уже перевесище просто гигантский. Ну, давайте хотя бы вот сюда скинем. Что-нибудь скинем вот сюда. А что, собственно, можем скинуть? Бремна, да, наверное? Ветки. И при этом у нас все равно огромный перевес просто. Я временно вот сейчас хотя бы так скинусь, потому что 94 капусты. Жесть. Ну, давайте всю скинем. А какая-то разница по большому счету. Ну, поготовим здесь, в этом домике. Пока мы его никому не продаем, я думаю, что ничего страшного. Мне кажется, если здесь здорово поохотиться... А я думаю, что, может быть, остаток этой серии мы с вами проведем именно за охотой. Так, здесь всю капусту собрали, здесь не всю еще пока. Вообще, задумка была такая, что ты идешь просто вот так вот. Ты просто вот так вот собираешь. Ну, ладно. Ладно. В принципе, грядочки смотрятся миленько. Мне кажется, шире будет уже много места занимать. Уже в один ряд будет смотреться как-то не очень. Ну, опять же, это на мой взгляд, на ваш взгляд, может быть, все и по-другому. Так, ну что ж, у нас есть немного мяса. Давайте зажжем сейчас. Ммм, котелок здоровский. Смотрите, как мило смотрится. Приятно. Ммм, класс. Так, ну что. Капуста у нас много. Я думаю, что даже здесь. 56 и 94. В итоге 150 кочанов капусты с двух грядок. Вы понимаете? Мы посадили с вами 20... Нет, сколько мы посадили? Да, 20 семян, по-моему. Причем у нас еще есть и семена капусты. При всем при том. Нет, ну это круто. По-любому мы постараемся сейчас наведаться в городок. Вот, смотрите, капустный суп. Давайте попробуем приготовить. Ну да, довольно долго. Смотрите, анимация такая. Набрасывает туда, видимо, специи какие-то. Хотя в составе у нас только капуста и мясо. Помешивает. Молодец какой, а. Так, отлично. Недостаточно ресурсов. Ну, почему недостаточно, если все у нас прошло, как говорится, удачно. Смотрим. Мы с вами сварили свежее блюдо из капусты и мяса. Оно дает 30 сытости. Но кайф этого блюда, друзья, совершенно в другом. Четыре вот этих тарелочки, по-моему, то ли одна тарелочка стоит 40. То ли все 4 40. Нет, по-моему, одна тарелочка стоит 40, насколько я помню. Я, конечно, могу ошибаться, но это мы с вами узнаем на продаже. Мне кажется, эти штуки дико дорогие на самом деле. Хотя, может быть, стоит 10, в принципе. Может быть, 10. Может быть, мы это все оставим себе. Может быть, я тут как-то постараюсь ягод как-то пофармить. Не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Пока все смотрится довольно-таки здорово. Так. Капуста, похлебка. Ну, давайте пока капусту вот сюда выкладываем. Подорожник, рубашка. Деревянное копье одна штука. Да, у нас перевеса нет. Я думаю, что мы, наверное, с вами сейчас все-таки сгоняем на охоту. Как-нибудь отправимся вот туда, в ту сторону. Да, чтобы по пути еще все-таки до Гастовии дойти и посмотреть, за сколько же продастся вот эти вот супчики классные. Может быть, один мы, конечно, скушаем. О, какой долгий процесс умывания, конечно. Смотрите. Если у меня копья, по-моему, должны быть. Да, забираем все. И у нас достаточно много семян. То есть нам придется, видимо, еще, наверное, может быть, в следующей серии мы затаримся навозом и отправимся с вами еще засевать поля. Может быть, даже построим себе еще поля. То есть у нас еще открылись какие-то постройки, да, что-то там про портного было у нас. А ну-ка, давайте посмотрим строительство. Хранилище. Да, у нас есть хранилище. Нужно 10 бревен, друзья. 10 бревен. Черт возьми, что это за дом такой? Что это за постройка огромная? Здесь у нас пока все заперто. Не хватает нам развития технологии выживания. Тоже заперто. В фермерстве. Амбар. Смотрите-ка, амбар. Это интересно. Что он нам дает? Постройка для работы в поле. Обмолото урожая и производство муки. Имеет прочие места для обработки навоза. А, ты смотри. Слушайте, ну разбираться, конечно, нужно еще продолжать в этой игре разбираться, потому что контента здесь немало. Немало. Вот мои пеньки. Я сюда похаживал, тоже рубил здесь. И, друзья, кабанчик. Кабанчик уже недалеко. Кабанчик близко. Кабанчик может и напасть. Так, вот он. Хорошо. Ну что, давайте, наверное, спровоцируем на нападение и просто метнем прицель на копье. А может быть, обойдемся и без нападения. Нет, не обойдемся. Сломалось одно копье. А ну, получится забрать. Да, хотя бы одно получилось забрать. Хорошо. Так, но, с другой стороны, давайте так, чтобы у нас не совсем в холостую, так скажем, пропал наш урожай. Давайте мы попробуем еще немного поднабить мясо, сгонять до Гастовии тогда, чтобы отнести хотя бы, ну, я не знаю, ну, побольше похлебок, чем 4. 4 похлебки, даже если за 40 монет мы продадим. Ну, это в любом случае хорошо. Ну, хотя на ягодах получалось, конечно же, больше и лучше. Но, но. Если мы сделаем тех же, там, допустим, 10 похлебок, да, это уже будет абсолютно другие денежки. А 10 похлебок сделать не такая уж большая проблема. Было бы только мясо. Здесь где-то еще олени у меня бывают. Нужно тоже сейчас внимательно присмотреться. Они, причем, как-то непонятно, как-то набегами. То они есть, то их нет. То есть целое стадо оленей, причем, там, до 5, там, особей доходило у меня в этом стаде. То вот сейчас, смотрите, нет совершенно никого, да? Может, как-то от времени дня зависит? Возможно. Да, ну вот как-то не пошло, не повезло нам встретить оленя. Ну, у нас сколько есть сырого мяса? Давайте посмотрим. Четыре еще сырого мяса. Ну, давайте, наверное, сейчас сделаем еще себе четыре вот этих капустных супа. Так, вот интересно, все-таки, все-таки, хочу понять. Это цена конечная или цена за единицу? И вес достаточно прилично, слушайте, по килограмму весит вот эта вот штука. Нет, скорее всего, это конечная цена. То есть это, получается, похлебка, она по 10, да? По 10 стоит. Вы знаете, с другой стороны, мне кажется, если по 10, то это невыгодно. По 40, да, это было бы выгодно. 10 похлебок за 400 монет. А мы сейчас узнаем, сколько она стоит. Легко и просто. Когда мы сделаем одну, да? А, нам нужна капуста, все верно. Ай, жесть, я всю забрал, да? Ну, ладно. Мы сейчас делаем с вами одну, и цена, по идее, должна стать 50. То есть, ну, по идее, должно быть именно так. А вот и нет. То есть, получается, что эта единичка стоит 40. Короче, короче, давайте, ладно, сейчас сделаем оставшиеся, что у нас там есть. Надо было запустить сразу, чтобы делалось все. Что у нас дикий перевес, на самом деле. Капусты там нагребли. А как ее тогда таскать, продавать? Потому что, ну, получается, ее носить нужно там, я не знаю, ну, поскольку. По 10 штук, иначе она весит, ну, посмотри, 35 килограмм, да, весит 142 капусты. Давайте, может быть, возьмем, сколько? Цена 3, да? Ну, по идее, тут даже посаженные капусты, то есть, мы с вами собрали 150 по цене 3. Это, это да, это почти 500 монет. С двух полей можно получать за сезон. Неплохо. Ну что ж, я думаю, что дойдем мы, наверное, напоследок до Гастовии и приторгуем. Посмотрим, что же там в итоге у нас с вами будет. Кстати, черника уже летом вроде бы как поспевшая должна быть, да? Давайте посмотрим, смотрите, какие ягоды огромные. Посмотрим, как она выглядит. Она у нас была неспелая, да, а сейчас просто черника. Да, получается, цена за единичку. Все верно, за одну штучку. И вы знаете, это тогда чертовски круто на самом деле. Мясо можно нафармить. При этом и сам ты не останешься голодным, потому что одна такая штука восстанавливает 30 сытости. Но вы знаете, что-то как-то, что-то как-то мне неохота ее продавать. Ну, в смысле, нет, продавать охоту, а неохота ее есть. Вот просто так, взять и съесть. Так, ну что ж, друзья, отправляюсь я. Далее до Гастови сейчас добежим, продадимся, посмотрим, сколько выручим денежек. Ну, я думаю, что на этом наша серия, скорее всего, подойдет к концу. Подсобрал по пути еще немного ягодок. Давайте посмотрим, сколько получилось собрать. 238, друзья, да. Немного, это мягко сказано, на 238 монет. Так, ну что ж, кто у нас здесь есть? Прекрасная леди, смотрите-ка. Нет, подождите, подождите, пока не будем торопиться, пока не будем торопиться никого нанимать. Есть еще там у нас работенка небольшая в деревушке в нашей будущей. Поэтому давайте не будем спешить. Так, смотрите. Покажи-ка свои товары, дорогая моя. Ммм, смотрите, сколько всего вкусного у нее продается. Круто-круто. Так, ну что ж, давай-ка забирай-ка ты нашу похлебочку. Все-таки одну похлебку я съел, друзья, потому что я не удержался, на самом деле. Смотрите, почему-то она стоила стоить 14, да? Забавно. То есть, она стоила... Да, она стоила 40, стала стоить 14. Вот если мы одну продадим. Да, 14 монет, все правильно. Вы знаете, ну тогда выгодность... Выгодность вообще упала просто в ноль. Вот смотрите, я ягод собрал за несколько минут, там буквально минуты 3-4, может быть, я постоял на одном месте. Собрал вот столько ягод, да? Смотрите, 238 бамс, и у нас уже есть свои собственные деньги. Тогда, наверное, мы с вами что? Ну, мы с вами просто-напросто оставляем похлебку себе. Она довольно сытная. Я думаю, что там мы с вами на той капусте, которая у нас есть, мы с вами сможем жить, я не знаю, до осени, наверное. Может быть, даже и до зимы. Потому что вот ощущение такое, что 14 монет же ведь, да? Давайте одну. Ну да, 14 монет. Да, черт возьми, обидно, конечно. Что-то там написано 40, тут 14. Так, ладно, дорогуша. И смотрите, значит, здесь у нас уже есть ряд заданий, которые, наверное, стоило бы выполнить. Чем-то могу помочь? Мне действительно нужна твоя помощь. Я подумаю о расширении своих полей, но в таком районе много деревьев. Не мог бы ты срубить их для меня? Конечно. А в чем речь? Деревья нам нужны. Ммм, вот здесь видим... А, смотрите, это амбар, да? Скорее всего, похож. Потому что что-то было в описании амбара про то, что там можно муку. Мелить муку. Молоть, мелить, ну что-то такое. Так, значит, сюда вот нам еще нужно зайти. Смотрите, кацац какая, не хочет она разговаривать. Ну и не надо, спи дальше. Причем спит, смотрите, обалдела, 16, 0,1. Она дрыхнет, лежит. Так, ладно. У нас, по-моему, мне казалось, что вроде бы был еще один знак, нет? Нет, не было. Ну что, давайте, наверное, напоследок разомнемся здесь где-то. У нас, кстати... Да, и в Борово у нас тоже есть квесты. Хорошо. А это вот, кстати, торговец с навозом. Интересно, друг, а тебе, может быть, подороже супчики зайдут? Слушай, капустные, вкуснейшие супы, друг. Ты таких не ел никогда, по 14. Нет, так я так не играю. Это обидно. Черт возьми, это обидно. Они же по... Ну вот смотрите, они же реально стоят по 40, да? Я же ведь... Я же ведь не слепой. Ну 40 написано. Там 14. Видимо, не хватает то ли репутации, то ли еще чего-то. Так, друг, друг. Вообще, по-хорошему, мне бы у тебя навозика подзакупиться. Че там есть у тебя? Да. Сырое мясо, кстати, есть у него. Навоза, а сколько мы сможем купить? Одна штучка стоит 10, да? У нас... 10 штук сможем купить. Это нам получается только на одно поле, да? Ну как-то нет. Мне надо побольше. Нет, подождите. Не то считаю. 10 на 2 поля получается, да? На все наши деньги. Ну на 200 монет. Вот так будем округлять до 200. На 200 монет это 2... Как бы 2 поля сможем сделать. Ну хорошо. Я здесь, наверное, потусуюсь немножко у этой деревушки. Ягодок пособираю. Того-сего. Пойдемте мы сейчас с вами выполним задание по рубке дерева. Так, так, так. А давайте-ка мы вот как поступим. Мы сейчас с вами в журнал заданий. Юнигост. Вот, новые поля. Давайте поставим отслеживание, чтобы хотя бы видеть, что ей, собственно, нужно-то. Дождите, друг. А, это, кстати, Алвин. Да, с ним же нужно было поговорить летом. Что новенького? Жаркий денек, не правда ли? Ничего нового. У меня много работы. А еще мой бурдюк начал протекать. Вот холера. Что ж, ты печально. Разве ты не можешь просто купить новый? Моя прелесть. Обожаю. Может, я смогу тебе чем-то помочь? Ты должен быть очень занят работой. Все такое. Мне действительно нужна помощь. К западу отсюда есть деревня, где у них есть мастерская портного. Так, можешь отправиться туда и поговорить с портным, чтобы подлатали мой бурдюк. Ну, как вариант, сгоняю. А вариант этот куда? Денику. Вариант этот в Денику. Но мы, наверное, сходим, друзья. Но не сегодня. И у нас здесь еще появился какой-то вопросик. А, вопросик. Точнее, не вопросик, а восказательный знак. Она спала. Вопрос. А где же вот это задание тогда выполняется? Новые поля. Срубить деревья 10. То есть, в принципе, срубить деревья 10, да? По заказу новые поля. Ммм. Что-то как-то конкретная зона не обозначена. Давайте посмотрим. Вот если мы рубанем сейчас вот это вот случайное дерево, оно пойдет нам в зачет? Дровяной склад. Слушайте, там постройки разблокируются просто каждую секунду. Что-то пошло. У нас развитие уже нормальное прям. Классные постройки разблокируются постоянно. Так, ну, по традиции, пенечек заберем, конечно же. А чего нет? Ну, друг. Копай. Давай, копай. Что ты не копаешь? Да, нам всего лишь нужно срубить 10 деревьев, да? Но по-хорошему нужно нам это делать где-то здесь. Но вы знаете, в чем еще проблема? В том, что нам, скорее всего, бревна придется банально просто продавать. Отсюда мы их не унесем. Ну, выбрасывать как-то глупо. Если единственное только может быть перерабатывать их в копья, да? То есть, так стоит 2, а при продаже копья аж 20. То есть, скорее всего, я буду делать копья, но я думаю, что я это буду делать за кадром. А давайте мы с вами закончим на том же месте, на котором мы начали. Это будет достаточно интересно и, в принципе, достаточно символично. Вот здесь мы с вами начали, где-то примерно такой же порой. А, нет, какой такой порой? Мы начинали рано утром, а сейчас уже практически у нас вечер. Ну что ж, друзья, будем продолжать следующей серии. У нас куча всего там открылась. Я даже не знаю, тут все не усмотреть. Дровяной склад, там где-то тут что-то, да, смотрите. Обычный склад, здесь у нас амбар, здесь ничего пока, но я думаю, что тоже откроется мастерская. Мастерскую я построил пока. Какой-то такой необходимости от нее не увидел, но, видимо, в будущем, наверное, мы почувствуем. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, в комментарии обязательно пишите советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.